Здравствуйте! Это рубрика «Что делать, если?». В ней мы рассматриваем самые актуальные проблемы женщин, связанные с нижним бельем, и даем рецепт по их решению. Сегодня под прицелом самый выступающий вопрос. Что делать, если под кофточкой видны линии бюстгальтера? Допустим, вам понравилась кофточка, которая идеально облегает вашу фигуру. Но есть одна проблема. Кроме ваших достоинств, все окружающие видят линии бюстгальтера, которые проступают под ней. Конечно, вам это не нравится, и мы здесь для того, чтобы помочь решить эту проблему. На Мариане ее любимая майка и бюстгальтер, и, как вы видите, они никак не могут подружиться, и те линии, которые мы видим, всего лишь верхушка айсберга или симптом неверно подобранного бюстгальтера. Можно попросить вас развернуться. Я здесь вижу еще одну ошибку. Майечка с Т-образной спинкой, и в таком случае брители должны быть спрятаны под нее. Резюмирую, все детали белья должны быть спрятаны под одеждой, иначе это считается мавитон. Теперь, когда мы видим, что находится под кофточкой, можем выявить истинные проблемы. Во-первых, чашечки не прилегают, отсюда и появляются линии. Во-вторых, брители бюстгальтера слишком свободны, под ними должно помещаться в идеале два пальца, ну а здесь значительно больше. Марианна, попрошу вас повернуться ко мне спиной, мы проверим натяжение пояса. Между поясом бюстгальтера и спиной должно помещаться четыре пальца, но, как вы видите, здесь помещается всего лишь два. Он вам явно мал. Также он находится не в точке обсаживания. Точка обсаживания — это самая узкая часть спины. За счет этого пояс не будет задираться наверх. Еще одна ошибка. Марианна носит под белой майкой белый бюстгальтер. Это неправильно. Нужно надевать телесного цвета бра. А теперь давайте посмотрим, с чем нужно носить эту майку. Теперь Марианна демонстрирует свои соблазнительные формы безупречно. Правильно подобранный бюстгальтер буквально исчезает под тканью. Поднимает уровень груди и создает красивую ложбинку. Отличный вкус. Проблема решена. Сейчас на Марианне бюстгальтер телесного цвета, именно поэтому он практически не заметен. А сейчас давайте посмотрим на посадку бра. Марианна, повернитесь, пожалуйста, спиной. Благодаря тому, что бретели застегнуты крест-накрест, мы их не видим под Т-образной спинкой. Ну а теперь мы видим идеальную посадку. Чашечки прилегают. Под бретели помещается всего два пальца, как это и должно быть. Прошу вас повернуться. Между поясом и спиной помещается четыре пальца. Натяжение хорошее. И он находится в анатомической точке обсаживания, то есть в самой узкой части спины. За счет этого пояс не будет задираться наверх в течение дня. Спасибо за просмотр! Нам нужны ваши советы? Какие еще темы мы можем разобрать в рубрике «Что делать, если?» Пишите в комментариях. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые полезные видео. А у меня на этом все. До встречи!